Наталья Шляпникова А еще Наталья Станиславовна уверена, врач должен быть бесстрашным. Именно это помогает ей и ее коллегам стоять на передовой борьбы с коронавирусом. Хирурги, травматологи, гинекологи, лор-специалисты проводят минимум по 6 часов в красной зоне. На каждом двойная защита. Надо понимать, что существует двойная защита, которая защищает все свободные кожные поверхности. Несмотря на это, при раздевании и внешний костюм, и внутренний костюм, и все открытые поверхности тела обрабатываются дезрастворами. Все специалисты Одинцовской областной больницы прошли дополнительное обучение. И теперь они еще и инфекционисты. Впрочем, оказать помощь по своему профилю могут в любой момент. Правда, пока только пациентам с COVID-19. Тяжелее всего приходится хирургам. Надо учесть, что при работе с вирусной инфекцией и работа в операционной, она достаточно сложна в плане именно технического обеспечения персонала. Потому что помимо тех СИЗов, которые вы видели у нас, которые есть, поверх этого приходится надевать и хирургические костюмы, и обрабатывать все это дело, и в них же апеллировать. То есть у нас получается, что на руки надеты три пары перчаток. То есть это усложняет, конечно, процесс. Работать, конечно, сложнее, но на качестве это никак не отражается. Подтверждение тому довольные, а главное, идущие на поправку пациенты. Я пациент Одинцовской областной больницы инфекционного отделения. Поступил в тяжелом состоянии. Сейчас, на данный момент, готовлюсь к выписке. Хотел передать огромное спасибо всему медицинскому персоналу. Медикам всегда нужны добрые слова, поддержка. Но мы это чувствуем от всех. И больных, и граждан, которые к нам обращаются. Очень приятно. Огромное вам за это всем спасибо. Сейчас в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы проходит лечение 270 человек. Необходимо оборудование и лекарства в достатке. Медики готовы к возросшей нагрузке, но верят, что в ближайшее время заболеваемость пойдет на спад. А для этого нужно еще немного посидеть дома.